Сложно Я не понимаю, что происходит Довольно сложно Было очень сложно Особенно бессонные ночи, когда на следующий день ты учишься 12 часов, вот это было реально сложно Надо говорить сас, надо думать Самая большая трудность это критическое мышление Приходишь и вокруг тебя одни гении чертовы Кафе на первом этаже Там ребята собираются, обсуждают различные проекты Мы можем там как устроить перформанс И поговорить на очень серьезные Научные темы Здесь такая большая концентрация Необычных людей, интересных С абсолютно разными академическими интересами И с разными траекториями Это очень классно, когда ты собираешься, обсуждаешь со своим другом И вот другой электив И очень классно Большое поле для творчества Для каких-то новых проектов, идей Курс, который я взяла по социологии Он был потрясающий, я выходила после каждого семинара С ощущением, что у меня мир вообще перевернулся Я сейчас смотрю на него с другой стороны И все прям очень круто Я практически физически чувствую, как я стала чуть-чуть умнее Тогда в историческом И, в общем, я не хотела идти в столовку Но у меня с собой была еда И, в общем, чтобы не сидеть в классе Я пошла на улицу, села на лавочку и начала есть А тогда был еще дождь И я во дворе на лавочке сижу такая одна Под дождем с музыкой Здесь устраивали проектно-аналитическую сессию Для преподавателей из разных стран Чтобы посмотреть, как они работают друг с другом И взять кого-то из них на работу И я волонтерила на этом деле И у нас потекла крыша, кстати, вот здесь, на пятом этаже Все было, значит, в снегу И она начала течь прям как раз ровно Где выход из двери То есть там выходили бы все эти прекрасные умные люди Из кучи стран и смотрели бы, как у нас крыша течет Это было смешно Именно поездка в Санкт-Петербург была наиболее ярким Потому что, действительно, это очень много новых впечатлений Питер, естественно, потому что это место, где я начала жить на кофе Где, значит, я примерно поняла, что здесь происходит Насколько все это будет интенсивно и тяжело Знакомство с людьми из ограницы Реальное общение с ними Не формальное общение, а глубокие Когда великие книги философы И актуальные мировые проблемы Это было замечательно Я начала учиться на английском И я вообще почти не понимала препода, чего он от меня хочет И мы сидели на паре, он задал лично мне какой-то вопрос И я такая сижу, говорю, yes А он задал вопрос, ну, какой-то вообще с ответом не yes И вот мы сидели так минут пять, наверное, и я такая Вот Мама будет меня в восемь утра, в каникулу Я ей говорю, что происходит Она говорит, поехали отдавать документы, оригиналы В школу я такая, зачем? Она говорит, ну, там английский язык, там классно В итоге это было одно из лучших вращений в моей жизни, наверное Ты не сожалеешь об этом? Нет Не могу представить себя обучать Я пытаюсь это сделать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...